Новый ивент Игры Стражей. Начинается сегодня с еженедельным ресетом. Какие правила, новые сеты брони, экзотический пулемет, а также кому доступен ивент? Обо всем расскажу тебе я, Джонни Лейни. Погнали! Итак, с 21 апреля по 12 мая город украсят разноцветные флаги, гирлянды и знамена, напоминающие Олимпийские кольца. Это мероприятие Игры Стражей, смесь ивента Солнцестояния Героев прошлого года и Гонки Фракций. Если тут еще остались те, кто помнит, что это за мероприятие было. Игры Стражей будут доступны для абсолютно всех и каждого. Любой игрок в Destiny 2 может принять участие в событии совершенно бесплатно. Банжи несколько раньше гордо представили ивент отдельным ярким трейлером, так что если вы его пропустили, пускаю его на фон. Все выглядит реально как Олимпиада и без шуток мне очень нравятся визуалы и оформления. Вот эти разноцветные вымпелы, кольца, очень круто. Не сложно догадаться, особенно если ты следишь за новостями игры в нашей группе ВКонтакте, что основной фокус мероприятия сосредоточен на классах Стражей. Это такое соревнование, кто сильнее, кто быстрее и кого больше. Варлаков, Титанов или Охотников. Кстати, давайте в комментариях небольшой тотализатор устроим. Пишите, как вы думаете, какой класс одержит победу. Приближаются первые в истории игры Стражей. У вас всего три недели, чтобы доказать, что ваш класс сильнее прочих, ставки невероятно высоки. Монумент в честь победителей украсит башню и до конца года будет напоминать о классе, которому не нашлось равных. Счет по нулям. Время пошло. Вам известно, кто достоин золота. Пора бы всем об этом узнать. Сказано на специальной странице мероприятия на сайте разработчика. Одной из памятных наград, если можно так выразиться, станет специальная стелла, которая будет установлена в башне в честь того класса игроков, которые одержат победу. И стоять она будет, как сказано, целый год. Так что уж постарайся сделать так, чтобы именно твой любимый класс победил. А то будет мозолить какой-нибудь варлок или титан или... Ну ты понял. В трейлере сделан акцент на классовых предметах. Повязки варлока, плаще охотника и метки титана. Стражи в ролике носят их с обычными сетами, не относящимися к ивенту. А дело в том, что именно нося классовый предмет с символикой мероприятия, вы будете вносить свой вклад в счет гонки классов. А с каждым ежедневным обнулением, ваш плащ, метка или повязка будут изменять цвет в зависимости от места, занятого вашей командой накануне. Как пишут разработчики, если в первый день победят титаны, то их метки засияют золотом. Если второе место займут варлоки, а третьи охотники, их классовые предметы также сменят цвет на серебряный и бронзовый. Что насчет экзотиков? Да-да, они есть благодаря ивенту. Новые. Например, тяжелый пулемет-наследник. Его показывали в трейлере, его можно рассмотреть на дополнительных промо-материалах. Очевидно, получить его можно будет по специальному квесту, о котором, конечно, будет отдельное видео на канале. Если порыться на сайте LightGG, то можно найти описание перка «Тяжелая катапульта», который явно принадлежит этому пулемету. Ведь пулик этот, по сути, тот же, что используют колоссы-кабал. Описание перка на сайте гласит «Из этого орудия можно стрелять только тогда, когда оно будет максимально раскручено». Звучит так, будто это работает примерно как милое дело, но в третий слот. Короче, давайте гадать не будем, мы увидим, как оно уже совсем скоро. Еще из экзотического обещают оболочки призрака. Я думаю, вы их видели все уже. Чтобы получить одну из трех оболочек, выполняйте еженедельное поручение Эвы. Чтобы получить три оболочки, соответственно, нужно все три на каждом из персонажей выполнить. Разумеется, конечно, есть и самое любимое. Магазин ТС Эверис. Лавка Эверис пополнит свой ассортимент. На протяжении всего ивента будет доступно множество новых косметических предметов, как за серебро, так и за пыль. На странице сайта, например, показали новый Спэрол, напоминающий гоночные автомобили с 60-х. Сама же механика ивента будет схожа со сдачей фракталина, либо с выпечкой печенья из ивента на Рождество. Да много с чем еще, ничего сложного. Вы носите классовый предмет символом мероприятия, выполняете особые поручения и контракты, которые можно взять у Эвы. И из-за их выполнения получаете специальные медали. Медали эти вы потом сдаете в банк и тем самым пополняете счет в пользу какого-то одного класса. Ну или всех трех, если вам все нравятся одинаковые. Кроме медалей, есть еще и венки. Вам предстоит их собирать во время ивента, чтобы выполнять поручения на медали и приносить очки своей команде. Венки остаются после игроков во всех ПВЕ режимах игры, а в Гамбите и Гарниле вы получите их после окончания матча. Это очень напоминает элементальные сферы света на одном из старых ивентов. Ранее я упомянул Стеллу, которая простоит в городе целый год, увековечив победу одного из классов стражей. Ну так вот. Кроме этого, пьедестелл несет дополнительную функцию. Он будет изменяться каждый день и отображать, какая команда вырвалась вперед сегодня. А какой нужно поднажать. Знамена классов изменяются в течение дня и указывают на то, чья команда идет впереди. Золото первое место, серебро второе, бронза третье. Победитель каждого дня также будет отмечаться в специальном календаре. Многие, кстати, сразу присудили победу охотникам, поскольку их в игре больше. Но разработчики заверили, что рейтинг классов будет учитывать разницу в количестве созданных персонажей. К тому же, мало просто создать себе варлока или охотника. Нужно играть им и вносить медали. Так что еще раз. Хочешь победы своего класса? Придется попотеть. Ежедневные награды от Эвы Леванты также получат только те игроки, кто внес хоть одну медаль в день. Пропустил день? Все, потерял награду, поскольку накапливаться они не будут. В общем-то, пока что это все, что мы знаем об ивенте. Если понадобятся дополнительные разъяснения по ходу самого мероприятия, то я вернусь к нему в отдельном видео. Ну а этому не забудь поставить лайк и услышимся в следующем ролике. Чтобы не пропустить, подпишись на канал и нажми колокольчик. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok